Меньше формализма, больше креатива. Этот девиз нового проекта, который совсем скоро получит свое начало в нашем регионе, прослеживается во всем. Даже пресс-конференцию его кураторы провели не в обычном зале, а в палатке на набережной Уводи. Задача нового для нашего региона форсайт движения – спрогнозировать в долгосрочной перспективе, что нужно для того, чтобы та или иная сфера в будущем стала преуспевающей. В Иванове этим улучшаемым направлением будет текстиль и все, что с ним связано. Традиционно Иваново не только столица текстиля, но это и столица дизайна практически. Одна из столиц дизайнов России, на виду с нашими большими столицами Москвой и Петербургом. И мы хотим не утерять этот смысл и сделать его современным. Мы хотим, чтобы современные технологии, которые вместе с IT и с быстрым дизайном пойдут в сферу красоты и моды, чтобы они были рядом с нами, чтобы наши авторы стартапов, чтобы наша наука от них не отстала. Формат работы форума тоже достаточно необычный. Форсайт Кэмп, проще говоря, креативный лагерь, разместится в Плёсе. С 22 по 27 августа его участники будут жить и обмениваться идеями вдали от городской суеты. На одной площадке соберутся представители власти и бизнеса, дизайнеры и технологи. Их общая цель – создать новый единый рынок моды и текстиля – фэшн-нет. Это креативная отрасль, и поэтому ставку мы делаем на креативные индустрии, на технологические стартапы, на создание среды в какой-то степени альтернативной столичным форматам образовательной среды, экономической среды, творческой среды, которая позволит таким стартапам у нас в регионе зарождаться и акселерировать их, выращивать их до серьезных технологических компаний. Будущее и в сфере текстиля тоже за стартапами. Об этом с уверенностью говорят эксперты. Объединить всех участников рынка в одном месте, дать им пищу для ума и толчок для продвижения бизнеса и вернуть Ивановской области некогда потерянные позиции столицы текстиля должен Форсайт Кэмп. По крайней мере, организаторы форума очень на это рассчитывают. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.